Павел Прилучный. Павел Прилучный для кого-то является Максом из закрытой школы, для кого-то доком из на игре или Игорем из мажора. По словам зрителей, главной проблемой актера является его однотипность. Сценарии меняются, но проверенное амплуа Прилучного, брутальный, остроумный герой сохраняется. Игорь Верник. У Игоря Верника обширная фильмография, но большинство людей, особенно те, кто не видел актера на театральной сцене, уверены, он тоже застрял в одном образе. Обладатель самой узнаваемой улыбки на отечественном телевидении и слишком часто играет щеголеватых, но обаятельных антигероев. Никита Панфилов. Никита Панфилов уже много лет играет в кино и сериалах одного и того же героя, Калькуна Максима из «Пса». Даже если актер становится антагонистом, как в мажоре, то в нем все равно будут проскальзывать намеки на ранее исполненные роли. Александр Петров. Список был бы неполным без Александра Петрова. Главный герой многих отечественных лент приелся зрителю, кажется, он забрал себе почти все мужские роли. Тем не менее, фильмы с участием Петрова имеют кассовый успех, поэтому режиссеры не планируют отказываться от выгодного сотрудничества. Милош Бикович. Артист с сербскими корнями прижился в российском кино. Милош Бикович вместе с Александром Петровым и Данилой Козловским стал самым востребованным актером. Но диапазон ролей у него ограничен. Биковичу поручают в основном роли смазливых мажоров циников. Максим Аверин. На телевидении Максиму Аверину любят отдавать роли обаятельных парней, которые могут и отшутиться, и натворить дел. Но при этом в критической ситуации они проявят себя как герои. Так было и в «Глухаре», и «Склифосовском». Публика шутит, что Максима Глухарева просто переодели из полицейской формы в белый халат. Больше ничего не изменилось. Игорь Лифанов. Игорь Лифанов. Герой сериалов и фильмов о законе и порядке. В театре он может показать свою разноплановость, но на экране ему почему-то поручают роли суровых, настоящих мужиков. Зрители отмечают, что им жаль Лифанова. Ему просто не дают возможности раскрыться по-другому. Николай Наумов. Да, Николай не совсем актер. Все-таки он начинал путь в качестве комика. Но в конце концов Наумов решил закрепиться киноиндустрией. Он сыграл Коляна в комедийном сериале «Реальные пацаны». Именно в этом образе и остался. То ли сам артист не хочет ничего менять, то ли режиссеры требуют от него верности образу простого пермского парня. Иван Янковский. Звезда Ивана Янковского разгорелась в 2023 году. Многим он кажется достойным продолжателем фамильной династии. Однако даже поклонники молодого артиста отмечают, что он мало меняется из роли в роль. Звезда, слова пацана, говорит похожими интонациями и в принципе не дотягивает до уровня знаменитого деда, с которым его охотно сравнивают критики. Никита Кологривый. Коллега Янковского по сериалу «Слово пацана» проставился не столько своей игрой, сколько неоднозначными интервью. Тем не менее Никите Кологривому уже светят несколько значимых ролей. Например, ему предстоит сыграть молодого Владимира Жириновского. Публика опасается, что политик в исполнении актера превратится в еще одного Кощея.